В городе структурные подразделения администрации готовятся к предстоящему паводку. Коммунальщики планируют монтаж выносных станций на водозаборе. Техника чистит и вывозит снег. Сотрудники администрации контролируют уборку придомовых территорий. Эти и другие темы обсудили сегодня на аппаратном совещании. За прошедшую неделю в Бердском отделе МВД было зарегистрировано 436 сообщений о происшествиях. Привлечено к административной ответственности 58 человек. Дробных нарушений общественного порядка не допущено. Зарегистрировано 3 пожара за минувшую неделю на строящемся объекте, в гаражно-строительном кооперативе, а также в частном жилом доме. Причинами подслужили неосторожное обращение с огнем в двух случаях и эксплуатация печи с несоответствующей разделкой. Погибших и травмированных на пожарах нет. Становится меньше обращений в детские и взрослые поликлинические отделения. Такая же ситуация с вызовами врачей на дом. В инфекционном госпитале находится на сегодня 139 человек, но примерно здесь не уменьшается количество, в том числе с положительным ПЦР-тестом на COVID-19. Вакцинировано 80,8% первым компонентом и 77,6% вторым компонентом. По-прежнему у нас высокая заболеваемость среди сотрудников, порядка 92 человек находится на больничных листах. 12 бригад обслуживают население по медицинской помощи, то есть количество бригад мы держим на прежнем уровне. Нам помогают по-прежнему студенты и волонтеры. 23 студента, 4 волонтера. Все они практически находятся на аудиодозвонах. За эту неделю мы, так сказать, улучшили свои показатели работы по дистанционному консультационному центру. Постепенно мы осваиваем этот ресурс. Осуществлено 632 аудиодозвона и выдано 121 больничный лист. 40 обращений поступило в общественную приемную главы города Бердска. 25 из них отработаны. На исполнение остается 94 обращения. Среди социально значимых обращений, поступивших на прошедшую неделю, можно обозначить следующее. Жители дома номер 4 по улице Свердлова жалуются на неисправную работу канализационной сети и сети водоснабжения между жилыми домами 2,4 по улице Свердлова. В результате постоянных аварий в подвале дома стоят канализационные стойки, запах, горячий пар, из-за чего происходит разрушение подвала и фундамента дома. Хочу сказать, что управляющей компании нужно необходимо выполнить те указания, замечания или как, рекомендации, которые им были даны. Значит, и все будет работать. Вот этот коллектор, который вообще идет в стойке, коллектор, который сообразается, значит, неплотности, все вытекает, все течет. Но сегодня, к сожалению или к счастью, я скажу, там было сухо. Информация, которая была предоставлена, она предоставлена была КБУ в устном виде, в письменном, кто получатель, написан. Она была предоставлена КБУ в письменном виде в пятницу. В пятницу выезжали наши специалисты туда, сегодня мне доложили, и я для того, чтобы аппаратом доложить, сам поехал и убедился. Вы сослались на то, что раньше управляющая компания получала предписание? Нет, 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 Евгений Анатольевич, я, наверное, я неправильно сказал. Сегодня мы им выдали. Персонал РЭС занимается расчисткой снега вокруг трансформаторных подстанций, где есть вероятность подтопления, а также установкой приборов учета в частном секторе. Что исключает факт хищения электроэнергии. Для статистики в 2021 году нами было установлено в частном секторе 1900 таких приборов учета. И в этом году продолжаем такими же темпами. 12 единиц техники работали на улицах города на прошлой неделе. В ручной уборке были занято 16 человек. Вывезено порядка 16 тысяч кубометров снега. Из 74 объектов, попадаемых под подтопление, на сегодняшний день отработано 18. План мероприятия и реализации продолжается. Отдельно по вашему поручению докладу по поселку Новому. За прошлый месяц вывезено порядка 3,5 тысяч кубометров снега. И за март еще планируется вывезти порядка 3 тысяч кубометров снега. Более 400 территорий многоквартирных домов осмотрели специалисты отдела энергетики и ЖКХ городской администрации с начала месяца. Основное внимание обращаем на очистку кровель и балконов от снега, наледи, очистку придомовых территорий. Кроме того, основной задачей на сегодняшний день является проведение мероприятий по подготовке к паводковому периоду. С целью снижения рисков подтопления в весенний период проверяем своевременную уборку и вывоз снега с территории предполагаемого подтопления. Территорий таких 28. Все они у нас стоят на контроле. Из них подавляющее большинство очищено. Снег вывезен. В городе готовятся к монтажу водностных насосных станций. Они необходимы на случай снижения уровня воды в Новосибирском водохранилище. Намораживание у нас закончено. Сейчас готовим документы на комиссию по чрезвычайной ситуации для того, чтобы произвести монтаж.